Во время движения представьте себе снова гуслые леса, горы, с четырех сторон враг, впереди враг. Если движешься, отряды под командованием идут вперед, силы специального назначения уже впереди нас идут, выполняют задачи, поставленные перед ними. Я не могу рассекретить поставленные задачи. В таком случае мы рассекретили бы военную тайну. Как я ранее сказал, каждый захотел бы рассказать о своих подвигах. Но для будущего, для победоносной истории, для будущих тактических маневров, они должны и остаются в тайне. Потому что все страны озадачены тем, чтобы узнать, какую тактику использовала азербайджанская армия для достижения этой славной победы в кратчайшее время. Для этого я добрался до Укрепрайона и пришло задание от командира сил специального назначения Хикмета Мирзоева, чтобы полковник Тихран Мансимов и его личный состав под его командованием освободили Дашалты. Само по себе освобождение Дашалты не давало на тактического преимущества. Но вокруг Дашалты слева и справа были стратегические высоты. Это была горно-лесистая местность. К тому времени силы специального назначения выполняли свои задачи на пути к городу Шуша. 4-го числа в направлении Дашалты мы перешли в наступление. И в тот же день 4-го числа мы освободили Дашалты. Да, мы понесли много потерь, было немало раненых. В этом направлении шли ожесточенные бои, потому что была цель. Цель освободить Шушу. До наступления в лесу была последняя мотивация. Почему последняя? Потому что надежда на то, что в этой местности, в горной местности, где мы не могли ориентироваться? Солдаты не знали местность. Было немного сложно из-за крутых скал, гор и лесов. Нужно было обеспечить возможность достичь свою цель силам специального назначения. Это было очень сложным заданием. И хвала Аллаху, благодаря азербайджанскому солдату, нам удалось достичь поставленных задач. И мы освободили Дашалты. Как видите, мы прошли эти склоны один за другим. Да здравствуют азербайджанские солдаты. Пятого числа враг со стороны Шуши, также со стороны Лачина, организовал контрнаступление на Дашалты. Силами специального назначения мы перекрыли дорогу с Лачина и успешно отразили попытки контрнаступления врага. В течение пяти часов, с направления Ханки-Ди и Лачина, мы отражали атаки. И несмотря на наши потери, мы все равно защитили Дашалты. Уже было пятое число, и нам пришло новое задание – захватить дорогу Ханки-Ди. 6-го числа мы вместе со всеми силами специального назначения, силы специального назначения Баку, внутренних войск, также Нахичеваня, и 6-го числа силы специального назначения вступили в бой в городе Шуша. Шты – ожесточенные бои, ближний бой. Хотелось бы объяснить, когда говорю «ближний бой», чтобы вы понимали, танки и БМП, и БТРы. Наступали на пехоту, и если у пехоты был гранатомет, то они наносили ответный удар. Боеприпасы были почти на исходе, шли ожесточенные бои. 7-го числа я и мое подразделение дошли до командования частями. Мы наблюдали за очень критической ситуацией. Вражеские танки имели расстояние 10 метров от нашего спецназа. Последними четырьмя гранатометами мы уничтожили последние два танка. Момент уничтожения танков снят врагом и опубликован в Ютубе. На этих видео можно увидеть, как они отступают. 7-го числа вместе с командованием частями спецназа мы организовали оборону в крепости города Шуша. Этой же ночью враг организовал три крупных контрнаступления. Все три контрнаступления врага не увенчались успехом. Мы отразили наступление. Мы нанесли врагу сокрушительный удар. Враг понес большие потери. Хочу лично и особо отметить, что 7-го числа на здании исполнительной власти майором Сафарли Гюндузом и его отрядом был воздвигнут наш трехцветный и славный флаг над городом Шуша. И впервые прозвучал азан и наш национальный гимн Азербайджана. Искусство национальный гимн Азербайджан. Искусство национальный гимн Азербайджан. Раненые отряды, мученики в глубине 16 километрах в лесу, не имели возможности отхода без освобождения города Шуша. Я хочу вам сказать, что когда те раненые солдаты услышали азан, те раненые, которые были в тяжелом состоянии, со слезами на глазах, все они встали на ноги, и они обрели надежду, они сильно обрадовались, и, наверное, именно это помогло им выжить. Субтитры создавал DimaTorzok